Спецпоезд прибыл на Липецкий вокзал ровно в 10 утра. Уже две недели по городам страны на нем путешествуют музыканты и художественный руководитель Московского пасхального фестиваля Валерий Гергиев. Его вагон рассчитан всего на пять мест. Выхода маэстро пришлось ждать полчаса. Валерий Гергиев приехал в Липецк буквально на полдня и прямо с поезда в концертный зал имени Хренникова. Новое название бывшему кинотеатру «Октябрь» придумал именно он. И зал появился во многом благодаря стараниям Гергиева. Несколько лет назад губернатор Олег Королев публично пообещал маэстро, что в Липецке будет, куда пригласить мировых знаменитостей. На месте Гергиева интересует буквально все. Он даже кресло пересчитал. 7, 8, 9, 10, не больше. Но больше всего его волнует акустика. Для этого Валерий Гергиев специально забрался на галерку и послушал, как играют музыканты. Качеством звука остался доволен. Еще даже тише можно. Абсолютно все в зале. Все в зале. Поэтому я вас поздравляю. Спасибо. Сегодня Гергиев в зале слушал фортепьяно, но чиновники уже пообещали. Летом купит почти за 9 миллионов бюджетных рублей рояль «Стенвей». Это лучший инструмент. Марку посоветовал Денис Мацуев. Мне кажется, очень важным, чтобы инструмент был максимально привлекательным для больших пианистов. Валерий Гергиев собирается взять что-то вроде шефства над Липецким залом. Он настаивает, чтобы в нем обязательно выступали с концертами дети и сам намерен здесь бывать. Хочу предложить, чтобы мы помогли в первый сезон, полноценный сезон жизни этого зала. Может быть, каким-то абонементом, может быть, из пяти концертов. А концерт давал Валерий Гергиев сегодня в Театре драмы. Там места все же больше. Несмотря на то, что выступление прошло днем во вторник, в зале почти аншлаг. Липецкая земля вновь принимает благодатную частицу Московского пасхального фестиваля. В этом году фестиваль посвящен 125-летию Сергея Прокофьева. В программе был, конечно, Прокофьев, а также Дебюси Шостакович. В руках у Гергиева не было привычной палочки, а что-то едва заметное. Но оркестр понимал его с полузмахом. Татьяна Ермишина, Олег Голобоков, ТВК Новости.